Здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели и гости аудио-видеоблога на платформе YouTube доктора Джорджа Горбатова. Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение статей из сборника трудов Украинской сессии, то есть Украинской психонервологической академии, а вернее, значит, трудов четвертой сессии этой академии под названием «Проблемы острых экзогенных психических заболеваний». Труды были изданы под редакцией профессора Тихона Ивановича Юдина, это будущий член-корреспондент Академии медицинских наук в Москве, и профессора М.А. Гольденберга. Этот профессор мне малоизвестен. Значит, издана Госмедиздатом Украинской Советской Социалистической Республики в Харькове в 1935 году. Вот. Ну, вот такие дела. Значит, по сути дела, сейчас в данном аудио-видео отрезке я начинаю читать статью профессора Тихо Ивановича Юдина, это директор этой академии, под названием «Аменция и неврастыни». Значит, что такое «Аменция»? «Аменция» – это, по сути дела, спутанность, спутанность, когда человек не ориентируется ни во времени, ни в месте, ни в самом себе, не узнает ни окружающих, ни родных и близких, не знает, где он находится, не знает, какое время, какой год, какая пара года и так далее. То есть, полная-полная дезориентация. Итак, начинаю с тенья этой статьи. В клинических картинах, описанных Бонн Гефером, опять Бонн Гефер, как экзогенный тип реакции переплетаются, первое, реакции, зависящие от неспецифической, целостной реакции мозга на инфекцию, интоксикацию, голодание, переутомление. На то, что, значит, ссылка, на то, что, это ссылка автора, профессора Югина, на то, что «Fergiften und Ertschöpfung sind keine Gegensee», в смысле экзогенных реакций, указали уже давно «Weigand» и «Achaffenburg». «Weigand» и «Achaffenburg» – это также немецкие психиатры. Значит, перевожу с немецкого «Fergiften» – «Отравление», «Интоксикация», «Und Ertschöpfung» – «Истощение». Значит, не являются никакими противоположностями. То есть, по сути дела, они являются одним и тем же. Вторая реакция, зависящая от сродства данной вредности к отдельным тканям и системам нервной системы, специфические локализованные реакции. И, наконец, третья реакция, зависящая от особенностей темперамента, характера всей личности, гомо-номные реакции, то есть эндогенные. Надо отметить еще, что, описывая картины не специфических для отдельных видов экзогенных реакций, Бонн Геффер имеет в виду только вполне выраженные психотические картины, о которых Крепелин недаром говорит, что эти картины характерны не столько для экзогенных вредностей, сколько свидетельствуют о бурном, остром приложении вредности, об, значит, о бурном, быстром воздействии вредности. Чтобы наиболее четко дифференцировать отдельные моменты многообразных факторов, действующих в образовании сложных картин экзогенных реакций, Бонн Геффера, необходимо проследить развитие этих картин от начальных, мягких их форм, когда силы экзогенного фактора достаточно для того, чтобы обнаружить известное общемозговое действие, извините, но еще недостаточно для того, чтобы вызвать бурную реакцию, необходимо проследить всю динамику развития экзогенных реакций. Долгое время беда психиатрии заключалась именно в том, что ее компетенция ограничивалась только областью ясно выраженных психозов, в то время как более мягкие формы, под названием главным образом неврозов, относились к области невропатологии или при экзогенных реакциях оставались в ведении терапевтов. Психиатры, например, долгое время не имели вовсе по своим наблюдениям и не интересовались даже легкими инфекционными бредовыми состояниями, и первое научное психопатологическое описание этих состояний принадлежит интернисту, либермайстеру, а не психиатрам. Психиатрам не попадали вовсе отравления, если они не вызывали бурных психотических явлений. И лишь за последнее время главным образом, путем самонаблюдения, стали изучаться воздействие ядов на психику вообще. Психиатры не наблюдали клинические тех психических явлений, которые происходят при переутомлении, истощении нервной системы. А между тем, все эти наблюдения могли бы внести целый ряд уточнений и разграничений при изучении картин реакции экзогенного типа. Минувшая империалистическая война, сопроводавшими ее явлениями массового физического перенапряжения, истощения, голодания, дала в этом отношении обильный материал. Такой же материал дали и массовые инфекции во время войны. Невольное участие в непосредственной борьбе со всей патологией, вызванной войной, и психиатров, признанных на военную службу в большинстве случаев не в качестве специалистов, а рядовыми военными врачами, содействовала тому, что, наконец, ста стена, которая установилась между презренческой большой психиатрией и повседневной жизнью, явно зашаталась. Весьма интересные наблюдения Бон Геффера в лагере с десятью тысячами пленных сербов, недоедавших и истощенных громадными переходами, находившихся в условиях медленно нараставшего истощения, когда голодание не было полным. Показались, что выраженные экзогенные типы реакций наблюдались при этом крайне редко. На все десять тысяч человек Бон Геффер наблюдал выраженные делириозные и аминтивные картины лишь в пяти случаях. В то же время Штифлер в пророже мысли, где наступил быстро почти полный голод, на шесть тысяч имел пятьдесят случаев ярко выраженных делириозных форм и явлений оглушения сознания. Видите, на шесть тысяч пятьдесят случаев делирия и оглушения. Мы лично также, наблюдая в немецком плену, в течение двух с половиной лет в Сувалкском лазареты, лазарет имел обычно двести коек, но временами разворачивался до шестисот коек, вследствие большого числа тяжело истощенных больных русских пленников, среди которых главным образом имелись больные с резким истощением и безбелковыми отеками. Всего таких больных за два с половиной года было пользовано тысяча двести пятьдесят семь человек. Не видели ни одного случая бурных экзогенных психозов. Однако мы не можем сказать, что наши больные были свободны от различных, иногда даже довольно тяжелых невропсихических явлений. Наоборот, очень часто мы наблюдали психические изменения, но вовсе не в форме выраженных делериозных или аминтивных состояний. Наши больные обычно давали такие картины. Первая ссылка. Мои доклады. Безбелковые отеки при голодании Московскому терапевтическому обществу 23 февраля 1919 года и расстройство чувствительности при голодной болезни московскому обществу невропатологов 26 января 1919 года. Наблюдение в немецком плену. Так. Где же я потерял? Так. Однако мы не можем. А, вот. Значит, наши больные обычно давали такие картины. Ну, я ссылочку уже написал. Дело начиналось с общей слабости, быстрой утомляемости, понижения инициативы, чувствительности к шуму и свету, резкой раздражительности по пустякам, стремлении задеть, оскорбить окружающих. Причем только потом больные сознавали, что они неправы. Неспособность к концентрации внимания при этом постепенно все более усиливалась, уменьшалась продуктивность мышления, ратлезикой, то есть беспомощность или отсутствие, скажем так, возможности принять решение. При сохранении, однако, способности к построению высших психических структур со склонностью, поэтому, к фантазии и к персеверации. Персеверация – это ложные, то есть то, чего не было. Помню то, чего не было, говорю о том, чего не было. Это персеверация или конфабуляция. Затем появлялась сомливость, наклонность к гипнологическим галлюцинациям. Гипнологические галлюцинации – это зрительные или слуховые галлюцинации, возникающие на короткий период времени в период засыпания, то есть когда личность, человек еще полностью не спит, но уже и полностью не бодрствует. Эти галлюцинации, период таких галлюцинаций, он продолжается, ну, в течение, значит, от половины до одной минуты, значит, 30-60 секунд. Я, например, имею их, эти галлюцинации, гипнологические, но они меня абсолютно не пугают, поскольку я понимаю, что я засыпаю. Все. Вот. А в чем они проявляются? Проявляются в том, что иногда мне кажется, что вот шум, значит, как будто бы что-то упало. Я спрашиваю супруги, ты слышала шум? Она говорит, нет. Ну, хорошо, я понял. Значит, я ей говорю, значит, мне это приснилось. То есть, по сути дела, это была слуховая галлюцинация. Или быстро меняющие такие, типа, калейдоскопа, как в кинематографе или в кинематографе. Быстро, быстро. Или вот как на Ютубе идут эти, скажем так, клипы, да, вот. Быстро меняется, вот. Вот. Ну, в течение, там, я говорю, от 30, от 20 до 60 секунд и все. Но я опять повторяю, что меня они абсолютно не тревожат. Я знаю, что я засыпаю действительно. То есть, чувствую, что я уже как будто бы сплю, но, 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 но. Все-таки полного, значит, засыпания нет. Вот это так называемые гипногогические галлюцинации. А гипнопомпические галлюцинации тоже самое. По утрам, когда человек, или ночью, человек проснулся, как будто бы он проснулся, но на самом деле он полностью не проснулся. И он видит то же самое и слышит то же самое. У меня, например, гипнопомпические галлюцинации не бывают только в момент засыпания. То есть, гипногогические. Вот так. Но они тоже, это абсолютно безредные галлюцинации. Они ни о чем не свидетельствуют, вот, и не имеют практически никакого значения. Ну, может быть, вот, скажем так, гипногогические галлюцинации, если человек напряжен, много работает, какие-то проблемы у него. Возможно. Ну, сами понимаете. А кто не имеет проблем? Особенно сейчас, в наше время, когда сплошные проблемы и так далее. Ладно. Читаю дальше. Значит, наклонность к гипногогическим галлюцинациям. И, наконец, наступало полное отсутствие внимания к окружающему. Малоподвижность, переходящая в отдельных случаях в сопор, и смерть. Со стороны физического статуса при этом наблюдалось понижение кровяного давления, редкий пульс, глухие тонны сердца, плохой аппетит, полиурия. Полиурия – это обильная частая моча и спускание поносы, расстройство чувствительности. Таким образом, мы видим, что медленное нарастание, истощение, вследствие голода и вследствие, так сказать, травмы психической или негигиенических условий содержания в лагерях для военнопленных, постепенно ввело вначале к общей остынии, к снижению всего нервно-психического тонуса, при большей, однако, чувствительности к окружающими, к той картине, в которой преобладали черты раздражительной слабости, так характерной для неврастынии истощения. Позже к этому присоединялись черты инкогерентности мышления, галлюцинации и бредоподобные фантазии, сопровождающиеся соответствующему их содержанию аффектами, то есть черты свойственной аменции, сменявшиеся при нарастании картины резко выраженной длительной психической слабости в наиболее тяжелых случаях сопров. Я хочу сейчас сразу же напомнить, вот, вы знаете, иногда показывают фильмы, вот, значит, кораблекрушение, вот люди на, скажем так, на лодке, так, и вот они там большое количество, длительный период времени, значит, во-первых, страдают от жажды, во-вторых, страдают от голода, и вот у них на каком-то периоде, вот, когда они уже ослаблены, они уже не в состоянии, то есть они не грибут ничего, они просто лежат, кушать нечего, пить, значит, скажем так, очень мало, или пьют немножко соленой воды, и вот у них тогда и появляются эти галлюцинации, они видят там парус, они видят землю, они видят корабли, которые якобы, вот, то же самое происходит и, скажем так, вот, пустыня, когда человек блуждает длительное время, опять же, без еды достаточной, истощен, без воды, жажда, вот, у него появляются галлюцинации, галлюцинации, или это называют мираж, вот, как будто бы он видит воду, он видит воду, понимаете, вот, он приходит, а воды-то нет, а он видит озеро, значит, с такой синей, значит, водой, он представляет, что она холодная, вот, это как раз, вот, описывается, вот, аменция и неврастыния, неврастыния, то есть неврастыния, по сути дела, надо понимать, как истощение, неврастыния, астыния, истощение, нервное истощение, вот оно наблюдалось при голодании в лагерях военнопленных, вот, и также, значит, при корабле крушения, когда там люди на плоту, или люди на каких-то сколоченном виде плота, или на спасательном плотике, или на лодке, вот, длительное время, они голодают, они испытывают жажду, они истощены под палящим солнцем, вот, утомлены, они уже бессильны, они уже лежат, то есть, вот, то есть, что описывает, там, сопор, и так далее, и так далее, и вначале, действительно, там, часто идет такая враждебность, там, раздражительность, все это, вот, все, что, вот, описывает, вот, я сейчас зачитал, это все происходит и при кораблекрушениях, и, когда человек, значит, заблудился в пустыне, идет, и идет, и идет, страдает от жажды, истощения и голода, вот, значит, я еще раз прочту, таким образом мы видим, что медленное, нарастание, истощение, и при кораблекрушении, при длительном блуждании, значит, по морю, по океану, или в пустыне, вот, значит, наступает истощение, постепенно вело вначале к общей остыне, общая утомляемость, к снижению всего нервно-психического тонуса, при большей, однако, чувствительности к окружающему, к той картине, в которой преобладали черты раздражительной слабости, так характерной для неврастыни и истощения, ну, вот, эта раздражительность, где вначале описывалась, значит, конфликтность, вот, а потом только понимание, что я не прав был, вот, позже к этому присоединялись черты инкогерентности мышления, галлюцинации и бредоподобные фантазии, галлюцинации, я уже сказал, мираж, мираж озера, мираж водоема, мираж корабля, мираж земли, это и есть галлюцинации, бредоподобные фантазии, сопровождающиеся соответствующими их содержанию аффектами, то есть черты, свойственные аменции, аменции, когда я говорил, человек не ориентируется ни во времени, ни в месте, ни в обстановке, ни во времени дня и ночи, ни во времени года и так далее, и так далее, сменяющиеся при нарастании картиной резко выраженной длительной психической слабости и на более тяжелых случаях с опором. Если исходить из фильмов, которые я видел, и вы наверняка, значит, при длительном этом блуждании на лодке, на спасательном плотике, значит, человек просто лежит, вот он лежит, бессильно лежит, и кто-то наиболее сильный, наиболее активный, когда действительно видит корабль приближающийся или землю, он кричит, и тогда эти люди как бы немножко, кто-то, а кто-то нет, значит, оживает и так далее, вот. Так, особенно ярко я помню картину этого последнего состояния у двух больных, в течение трех недель, лежавших в лазарете, на койке рядом, и изредка даже друг с другом разговаривавших, которые только через три недели, несколько окрепнув, узнали, что они односельчане и родственники, вот вам и аменция, то есть не узнавали друг друга, не знали, где они находятся, кто они и так далее. Кнут Гамсун в своем голоде, видимо, писатель Кнут Гамсун, скорее всего, или швед, или норвежец, в своем голоде особенно ярко описывает эти переходы между неврастеническими и аментивными синдромами уголодающего. Приведу ряд наиболее характерных отрывков из его описания, цитирую по переводу Юка Баутрушайтиса, сочинение Кнута Гамсуна, издание третье, Маркса, том второй, Санкт-Петербург, 1910 год, разделив на три указанные выше фазы нарастания силы симптомов. Первая фаза – это по Кнуту Гамсуну в его описании – голод. Первая фаза – неврастеническая. Мне жилось довольно трудно. За последнее время я стал нервен и раздражительный. Я съел кусочек сыру и французского хлеба, и мало-помалу стал ощущать светлый покой, какой наступает после долгого плача. Но пропал мой карандаш, и я снова впал в раздраженное состояние. Мною овладел жгучий и грубый гнев. Я, стиснув зубы, наскакивал на мирных людей на тротуаре. Навстречу шла дама, и мной овладевает странное желание напугать эту даму. Это первая фаза – неврастеническая. Преследовать ее, чем-нибудь досадить ей. Мой злой порыв стал упорен, и я пошел за дамой. При этом я вполне сознавал, что совершаю нелепый, нелепый поступок, но не в силах был преодолеть его. Я был пьян от голода, голод опьянил меня. Начиная с того майского дня, когда начались мои злоключения, я определенно замечал свою мало-помалу возрастающую слабость. Я стал бы как бы слишком вял, чтобы направлять себя куда хотел. Я определенно заметил, что стоило мне поголодать несколько дней подряд, как мозг мой словно тихо вытекал из головы и оставлял меня пустым. Моя голова становилась легкой и рассеянной. Мне представлялось, что глаза мои раскрывались слишком широко. Как я ни был чуждым самому себе в эти мгновения, но вокруг меня не совершалось ничего, что могло бы ускользнуть от меня. Все вещи проникали в меня с резкой четкостью. Как если бы вокруг меня вспыхнул яркий свет. Я различал оттенки в голосах и смехи прохожих. Изучал выражения камней на мостовой. Но писать я не мог. После нескольких строк мне уже ничего не приходило в голову. Все влияло на меня и развлекало. Медленно, крайне медленно мои мысли собирались, но в бессильном напряжении снова начинали приходить беспорядок. Вот это описание первой фазы неврастенической. Интересное описание. Теперь вторая фаза. Аментивная. Где я найду пристанище на эту ночь? Игрой ассоциаций я внезапно очутился в большой, в два окна комнате, где когда-то я жил. Я видел поднос на столе с множеством увесистых бутербродов. Они меняли свой вид. Они превращались в биштексы, в груды хлеба. И раскрывалась веер, вошла моя хозяйка и предложила еще чаю. Видение и глупые сны. Ну, а то же самое, что люди, потерпевшие корабли, крушения длительно, значит, плывущие на каком-то спасательном средстве. Вот они видят потом землю, они видят корабль, или в пустыне видят вот эту воду. То есть жаждущие, жаждущие, вот они видят. Так. Дальше автор попал в полицейскую ночлежку. И вот мною овладел дремотный покой. Я чувствовал себя приятно пустым, оторванным от всякого окружающего. Я лежал с открытыми глазами, в состоянии отвлечения от самого себя. Только пустынный, невнятный шум, тишины, монотона, безмолвствует в моих ушах. Эти темные чудовища поглотят меня, унесут далеко, через море, и принесут к замку принцессы и лояльи. Но вошел полицейский, и я был снова призван к жизни и нищете. И вот я сидел, весь добыча страшных фантазий. Каждая вещь пугала меня. Отверстие от гвоздя в стене, думается мне, это таинственное отверстие, которому надо остерегаться. Вдруг я несколько раз щелкаю пальцами и смеюсь. Мне показалось, что я выдумал новое слово. Кубоа. Слово, имеющее огромное значение. Я начинаю шептать, меня могут послушать. Я пал в радостное безумие и вскочил с постели. Я чувствую себя на корабле, увлеченном в воду, парящем в облаках, и падаю, падаю. Я издаю резкий крик страха и крепко держусь за кровать. Я слышал сам, как я фантазировал. Охваченный страхом, я вскочил с постели, шатаясь, пошел к двери, стараясь открыть ее, кусаю все пальцы, плачу и проклинаю. Я сознавал, что говорю бессвязно. Точно, я не спал. И все же разговаривал во сне. Войдите, войдите. Как видите, все из рубинов. И лояль ли, и лояль ли. Красивый, пышный, шелковый диван. Целуй меня, возлюбленная. Еще, еще, человек, я заказал бифштекс. Ну, вот вам, видите, вот уже психоз. И третья фаза. Это фаза психической слабости. Тяжелое цепенение было, как сон. Измученный до крайности. Я сидел и ничего не предпринимал. Неподвижно сидел и голодал. Я сдался, и я дремал. Дремал и неудержимо страдал. Я не шевелился и даже не двигал глазами. Я плелся, не обращая внимания на прохожих. Я пытался встряхнуть с себя эту странную дремоту, которая разлилась по всем членам, как туман. Ничего не помогало. Конец цитаты. Вот так вот Кнут Гамсун, писатель, описывает три фазы голода. Как примеры того же, что переходные формы между неврастинеей и аменцией наблюдаются не только при голодании, приведу к краткой истории болезни двух больных, наблюдавшихся мной в самое последнее время. Первая больная Д, 43 лет, работает помощником швеи в инвалидной швейной кооперации. 7 по 15 мая 1934 года помещена была для трудовой экспертизы в клиническое отделение, института патологии и гигиены труда. С 1924 года страдает туберкулезом. С 1924 по 1929 год работать вовсе не могла, была инвалидом второй группы. Затем больной стало несколько лучше, и она работала, числясь инвалидом третьей группы. В последнее время опять сильно худеет, бессонница, ночные поты, жалуется на общую слабость, крайне быстро утомляется, временами не может сосредоточиться, не понимает окружающего, делает ошибки в работе, через несколько времени сама их поправляя. Временами, когда остается одна в комнате, слышит шумы, видит, что в комнату входят какие-то военные, которых она как будто и видит, но, когда всматривается, они исчезают. Думай, что я должны, что ее должны арестовать. Такое состояние длится уже несколько месяцев. В клинике общая бялость, трудность сосредоточения, внимание, к вечеру светливость и галлюцинации. Соматически, астеническое телосложение, анемично, малокровно, кор, астеникум, то есть сердце, значит, больных астении, красных кровяных телец, 4 миллиона 80 тысяч, белых 5 тысяч, местами микромакроциты, укорочение перкутурного звука над правой верхушкой, рассеянные мелкопузырчатые хрипы, в макроте эластических валом и туберкулезных бацилл не обнаружено. 2. Больной М, 30 лет, инженер-химик, преподаватель вуза, находился в психиатрической клинике с 30 сентября по 9 октября 1934 года. Больной лишь 5 месяцев назад приехал в Харьков и поселился в переданной ему знакомой комнате, но ему не удавалось получить на нее официального ордера. Вжил секцию, угрожали выселить его с женой и ребенком. Хлопоты о комнате сильно утомили больного, и в последнее время он стал сильно нервничать, нервничать взято в кавычки, плохо спал, жаловался на головные боли. 25 марта у больного повысилась температура, констатирован грипп. Состояние резко ухудшилось, но более продолжал ходить на лекции и хлопотать о квартире. 28 сентября он получил от прокурора постановление, что выселению он не подлежит. Однако состояние не улучшилось, а ухудшилось. Вечером в разговоре с женой был возбужден, говорил бессвязно. Ночью появились кошмары в кавычках, приснилось, что его вешали, били. Утром пошел в свой вуз, но заблудился, не мог найти его, и его довели встретившиеся ему студенты. Вечером порывался идти разругать начальника жил в секции, был возбужден, говорил бессвязно, доставленный в психиатрическую клинику, охотно вступает в контакт, о себе дает правильные паспортные сведения, но считает, что он в Киеве, вот вам и оменце, дезориентация вместе, что теперь ноябрь месяц, жалуется, что ему трудно соображать, не мог рассказать связно о ходе своего заболевания, ночью временами вскакивал, галлюцинировал, температура 35,6 градуса Цельсия, на другой день, однако, был значительно спокойнее, и через четыре дня вел себя, и беседовал правильно. Однако, оказалось, что он почти не помнит, что с ним происходило с 28 сентября по 4 октября. Вспоминал отдельные галлюцинаторные переживания последних дней, выписался с явлениями невростенической слабости, больному был рекомендован отдых, но выписался он не с невростыни, выписался состыни, просто так называемый постпсихотическое. Таким образом, мы видим, как на фоне невростынической слабости и раздражительности в известных случаях могут постепенно развиться в области мышления, расстройства синтеза, появиться галлюцинации. При приведенных нами случаях и голодания, первый случай Кнута Гамсуна, и инфекции, второй случай туберкулез, это дамы, действовали на организм неостро. В третьем случае острая гриппозная инфекция была незначительной по своей силе и развилась у постепенно истощавшегося вследствие психических волнений больного и потому во всех этих случаях дело до бурных длительных аминтимных явлений не дошло, они были слабы относительно, но динамика постепенного развития аминтимных симптомов из нарастания симптомов неврастенических была здесь ясной. В истории своего развития понятие аминции претерпевала большие изменения, но я думаю, что при всем различии мнений по этому поводу все же в последнее время основными симптомами аминции считаются инкогерентность мышления при сохранении контакта с окружающим миром, галлюцинаторные переживания с адекватными им эмоциональными переживаниями. Ну, вот, видите, когда Мейнерд описывал это или в описаниях Суханова о аминтимных состояниях, там все иначе. А вот это последнее уже, ну, на, значит, скажем так, на 1934-1935 год. Значит, еще раз, в истории своего развития понятие аминции претерпевало большие изменения, но я думаю, что при всем различии мнений по этому поводу все же в последнее время основными симптомами аминции считается инкогерентность мышления. Вот надо посмотреть, что такое инкогерентность мышления при сохранении контакта с окружающим миром, галлюцинаторные переживания с адекватными им эмоциональными переживаниями. Эти основные аминтимные симптомы, правда, не в бурно выраженной форме, мы наблюдали во всех наших случаях. Причем все эти симптомы являлись постепенным развитием симптомов неврастенических, собственно, и в неврастении все эти симптомы уже имелись, хотя и в зачаточной степени или форме. Таким образом, мы полагаем, что неврастения является начальной формой экзогенного типа реакции аминтимного ряда. Когда сила действия яда быстро достигает значительной интенсивности, мы имеем развитые, выраженные картины аминции, в которых в очень усиленной количественной форме мы имеем те же симптомы, что при неврастении и в конце концов, в самых тяжелых случаях, мы имеем сапорозные состояния. В зависимости от интенсивности действия экзогенной вредности, мы можем наблюдать здесь весь ряд промежуточных состояний. как выход из состояния тяжелых аминций в тех случаях, когда организм все же побеждает, взято в кавычки, вредность, развивается длительное состояние психической слабости. Ну, еще бы, после психоза все первое время астеничны и слабы. Помните случай, который я рассказывал, я наблюдал молодой парень 38 лет сельский грузчиком работал в сельпо. После трех бессонных ночей делириум тремес, галлюцинации, бессонницы, он обливался потом, он дрожал, он был астеничен, истощаем, хотя на самом деле это был крепкий парень, крепкий парень, но вот за эти три ночи делириум он настолько ослабел, что только с помощью введения глюкозы внутривенно-аскорбиновой кислоты, витаминов, алоэ, хорошего питания, которым его угощали односельчане, лежащие в этой больнице, он где-то через недельку плавно, постепенно вышел из состояния астении, поэтому ничего удивительного, если человек находится в легком состоянии психоза абортивного, то естественно он будет слабый какое-то время, кстати, то же самое происходит и при физической астении, это психическая астения, то есть психическая нагрузка, и при физической, после ковида, значит, легкие формы, а человек какое-то время, так называемый лон-ковид-синдром, чувствует себя утомляемый, а первое время вот мне рассказывали сыновья, что вот их коллеги, молодые ребята, здоровые, крепкие, после перенесенной к такой легкой средней форме ковида, значит, сделают несколько шагов, поднимутся по ступеньке и вынуждены остановиться и отдохнуть, задыхаются, вот, усталость, вот, и постепенно, постепенно, это чисто физическое остынее, почему, потому что, значит, психотических состояний, делириозных или аминтимных не наблюдалось, вот, значит, то же самое оно идет параллельно, естественно, что, скорее всего, все-таки физическое остынее, она проходит быстрее, чем психическое, так, продолжаем дальше, таким образом, мы считаем, что выражением общей, неспецифической, для отдельной, экзогенной вредности, мозговой реакции, является в своем постепенном нарастании следующий ряд, вначале возникает неврастынее, потом идет амменция, спутанность, галлюцинация, разорванность мысления, непонимание, отсутствие ориентировки, кто, где, когда, время, годы, где находится вместе, значит, потом идет сопр, сонливость такая, заторможенность, и как исход смерть, или длительная психическая слабость, смерть, если нарастает это все, экзогенный фактор продолжает действовать, если экзогенный фактор исчезает, то длительное физическое истощение, или психи, не, не физи, длительное, психическая слабость, ну, а психическая слабость, она, естественно, продуцирует и физическую, душа и тело, они связаны неразрывно, душа и тело едины, в здоровом теле здоровый дух, и наоборот, при здоровом духе здоровое тело, значит, неврастыния, менция, сопр, и как исход, либо смерть, либо длительная психическая слабость, при особой бурности приложения вредности, если сильная вредность, мощная, значит, действующая короткое время и очень сильно, а не так, как там голодание или как у этого пациента, преподавателя, значит, выселяли, не выселяли, но постепенно, постепенно, дробно, тетровалось, вот, это вредность тетровалась, вот, так вот, если при особой бурности приложения вредности развивается оглушение и как выход в смерть или амнестический симптом окомплек, амнестический это то, что происходит при синдроме или болезни Корсакова, не помнит человек, что было, как было, теряет персеверации, конфабуляции, так, что касается делириозных состояний, то они являются, по нашему мнению, результатом не общего, а более локализированного элективно-избирательного действия экзогенной вредности, а с другой при дальнейшем усилении они ведут к симптомам менингиальным, к деменции, а не к сопору и коме, не к состояниям психической слабости, а к более грубым, разлитым или очаговым мозговым поражениям. Они составляют отличный от аминтивного второй ряд более локализованных экзогенных реакций. Точно так же более локализованы, связаны сосудисто-вегетативными поражениями и специфичны для отдельных экзогенных вредностей и сумеречные состояния. Ну, это, значит, какая-то фаза аминции, сумеречная. Да и не сумерки на улице, а состояние помрачения сознания. Впрочем, более подробное обоснование этого нашего мнения не входит в задачу настоящего сообщения. Мы думаем подробно развить его в другом месте. Бон Гефер и Шередер справедливо отмечают, что аминтивный синдром, как выражение общей мозговой реакции в той или иной степени содержится и в делирии, поскольку и в делирии имеется общемозговое воздействие вредности и только покрывается активными симптомами беспокойства и галлюцинаций, так как и всякие локализованные реакции сопутствуют в той или иной степени общая мозговая реакция. Это затрудняет в ряде случаев практическое разграничение двух рядов экзогенных реакций, аминтивного и делириозного, но не должно служить поводом к смазыванию их патогенетического различия. То есть автор говорит, что трудно различить в делириозном трудно найти аминтивный, потому что делириозность покрывает, маскирует аминтивность. Что касается звучания характерологических особенностей личности, скажем так, преморбидная, вот тот человек, который был до этого аминцией или делирием, до воздействия экзогенной потогенной силы, то оно отмечается на всех ступенях, при всех картинах экзогенных реакций, стоя в зависимости от общих конституциональных особенностей личности, на которую воздействует вредность, но при бурных, острых картинах это звучание прикрывается бурностью картины при хронических заболеваниях с достаточной интенсивностью локализованного поражения, оно прикрывается специфическими органическими симптомами, и потому ярко выявляется только при медленных, хронически действующих или при слабых, острых, экзогенных вредностях, кроме того, по-видимому, имеет значение и характер элективно-избирательных особенностей воздействия яда, то есть специфичность яда, вот на какую значит отдел мозга или нервной системы или вообще организм он действует, это элективность. Яды, имеющие местом своего действия системы, которые конституционально слабы у данной личности, то есть конституционально слабы это место локус минорис резистент, то есть место наименьшего сопротивления, если конституция, ну скажем так, вот преморбидное состояние отличается чувствительностью или гневливостью, вот это и есть, это и есть слабое место или локус минорис резистенция, слабы у данной личности, легко вызывает излучание характерологических особенностей, а при бурном их действии легко вызывает даже картины настоящих эндогенных психозов. Ну вот такая интересная статья, интересная статья, чем она интересна? Она интересна вот чем, об этом и профессор Юдин пишет, она интересна вот чем, что психозы, сильные, мощные воздействия, скажем так, интоксикационные, инфекционные, травматические, изучались психиатрами, а вот слабые такие, скажем, как голодание, как, скажем так, состояние после гриппа, такое легкое на фоне ослабление инфекции, они, в общем-то, в поле зрения психиатров не попадали. А изучались или лечились неврологами, а еще раньше и терапевтами, интернистами. Первое описание вот этого экзогенного воздействия было сделано как раз интернистом, терапевтом. А вот война прошедшая, она показала, поскольку врачи-психиатры были призваны на фронт, но не в качестве психиатров, а в качестве общих врачей, работали в лазаретах и вот наблюдали последствия голодания, интернирования в лагерях военнопленных. Вот они в результате работы в военных условиях, в этих лазаретах, в которые попадали, больные или военнопленные, да, а сами понимаете, в Первой мировой войне, да и не только в Первой, наверное, и во Второй мировой войне, по крайней мере, не для всех, значит, те страны, вот, которые заключили с Германией соглашение, конвенцию о военнопленных, они, в общем-то, содержались более-менее нормальные, и питание там было другое условие, это и американцы, и англичане, и французы, и так далее, вот, а поскольку Советский Союз во главе с Иосифом Биссарионовичем эту конвенцию не подписал, советские не сдаются, не попадают в плен, то, естественно, они не попадали под защиту, значит, этой конвенции, поскольку она не была подписана, естественно, что в самых худших положении были советские военнопленные, ну, речь сейчас идет о Первой мировой войне, вот, почему, потому что описание, скажем так, после Великой Отечественной войны пленных, военнопленных, оно не допускалось по цензурным соображениям, а тут еще, поскольку это еще царское, это царский режим виноват, поэтому они опи, вот, значит, доктор Юдин описывает, что вот такие слабые раздражители, как голод, как, естественно, вот это напряжение, все-таки это плен, да, вот, там, сербы, русские военнопленные, вот, они постепенно, у них развивалось вначале неврастыния, потом легкие проявления оменцы, потом, значит, ступор, вот, ну, и когда все заканчивалось, через два-три там недели, когда их уже лечили, там, питали нормально, вот, значит, они, значит, входили в состояние психической слабости, психической астении, тут вот интересный, значит, самонаблюдение Курта Гамсуна, то есть, писателя, который описывает вот эти фазы, значит, голодания, первая фаза, раздражительность, когда его раздражали прохожие, когда он там, даже вдруг, какую-то непонятную злость, к даме какой-то, значит, получил, а потом все эти фазы, потом, значит, шла Аменция, там, ему казалось, что он же голодный, да, что вот он появляется в этой комнате своей, которую он раньше снимал, видя там, с меня, стол, значит, заполненный явствами, да, продуктами питания, которые постоянно меняли, вот, вот, а потом приходит настоящая его хозяйка, то есть, уже живая, но все же, но он же не понимал, он не понимал, что это ему кается, что это галлюцинация, это уже Аменция, потом Сапорозный, вот, ну, а после выхода из всего этого, значит, вот этот период остыни психической, ну, вот такая вот интересная статья, понимаете, мягкая такая, это не сильные, не выраженные проявления, как вот в предыдущих чтениях, экзогенных, а такие мягкие и спокойно все-таки, это психиатрия. Так, на этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение этой статьи профессора Юдина Тихона Ивановича, будущего члена корреспондента или даже действительного члена Академии Медицинских Наук, умершего в 52-м году и написавшего, значит, последним, это историю психиатрии, отечественной психиатрии. Кстати, я ее отсканировал и, возможно, кое-какие, если время будет, возможность такая появится и зачитаю. Но он ее не закончил. Почему? Потому что из-за смерти. Так, на этом я, доктор Джордж Горбатов, благодарю вас за проявленный интерес, за проявленное внимание к чтениям и прощаюсь с вами. На сегодня я заканчиваю, то есть, 5-го числа, это, по-моему, 5-е, значит, аудиовиде, такой этюд, вот, думаю, вполне достаточно. Итого спасибо и до свидания. Счастливого! 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 Счастливого!